Я очень рад, что мы возобновляем в новом, так сказать, обличье наш блог журналистов. Надеемся, что первый блин окажется рекумом, что это вам понравится, что это будет иметь смысл приносить в какую-то пользу. Поэтому эти попытки будут предпринимать. И очень рады, что вы откликнулись на нас в призыв и решили принять участие в нашем первом опыте, который, будем надеяться, не будет, как там говорят, комом. Поэтому добрый путь. Спасибо за внимание. Мы чуть-чуть изменяли формат самого мероприятия. То есть, конечно, те люди, которые сейчас у нас сидят в резидиуме, те люди, которые сидят сейчас у нас в зале, ни с кого не будем сейчас спрашивать за всю журналистику. И даже за всю государственную или не государственную, либо какую-то бы ни было еще журналистику. Мы бы хотели, чтобы сегодня коллеги и здесь, и здесь поделились своим опытом работы над темой, рассказали о том, что было для вас самым сложным, что было для вас вызвано, что вам кажется, вы и ваши коллеги, в ваших медиа действительно сделали нового, может быть, уникального. Мы все знаем, что эти акции, которые происходили и были связаны с диклетом, они сопровождались теми самыми стримами, которые наверняка было непросто организовать, и наверняка было совсем по-новому работать в кадре, либо за аквадром, да, но тем не менее, вот ваш опыт, ваши знания, ваши сейчас мысли по тому, что вы делали, что делали ваши коллеги, вот это то, что мы хотим веселее наслышать. Я передаю слово Николаю, Николай дальше будет более-менее, стараться модерировать дискуссию нашу. Я думаю, что мы вместе будем, как хозяйка площадки. Янина, спасибо, что я и Нюна, спасибо, что я и Виктор Федорович, спасибо Минскому международному Новограду Центру, который вас поклонил сегодня, гостеприим на свои двери для нашей дискуссии. Я представляю пресс-клуб, как многие из вас знают. Это площадка для профессионального роста журналистов и площадка для дискуссии. Дискуссии в самом широком смысле, в общественном, но все-таки мы фокусируемся больше на секторе медиа. Мы сегодня работаем в таком формате MediaTalk, мы уже работали отдельно как пресс-клуб в формате MediaTalk, от MediaTalk, как в медиа говорят, в котором мы пытаемся инспирировать и такие модные иностранные слова, промонтировать Т9 бы, наверное, из правила на провоцировать дискуссию в нашем партнерном сообществе. Пытаемся находить выход из сложных этических ситуаций и как-то нащупывать профессиональные стандарты и пробовать подписываться под ними публично. Я бы сказал так. И мы, конечно, знаем давно друг друга с Международным образовательным центром, но этой весной мы начали партнерство, и мы, на самом деле, очень рады, потому что, исходя из того, что говорила Илья Нина, Илья Федорович, говорят, наши цели здесь очень-очень сильно совпадают, просто не просто сопрягаются, а совпадают. Мы хотели бы действительно инспирировать дискуссию, хотели бы слышать на нашей общей сейчас, и, надеюсь, и в будущем площадке, в формате медиатока слышать разные точки зрения. Те острые вопросы, которые стоят перед всем профессиональным сообществом, не деля его на какие-то лагеря, ни по какому-либо аспекту. Конечно, задача крайне сложная местами, но мы считаем, и наши коллеги, надеюсь тоже, что все-таки этим заниматься надо. Ну, довольно, довольно ступеней. Как сказала Илья Нина изначально, и мы это отражали во многих наших мероприятий, мы планировали, на самом деле, собраться и начать с того, чтобы разобрать те многочисленные претензии, которые появились у разных, я не могу сказать слово, лагерей профессионального сообщества, коллегам друг к другу по поводу освещения этой сложной темы. На самом деле, очень сложный раз, с которой Доларусь впервые столкнулась во много времени. Дикарь номер три и его последствия. Те протесты против него, которые происходили из Беларусских регионов, и в Минске последние месяцы. И мы посчитали, что для нас, как для площадки для дискуссии, провести такую дискуссию, это было бы каким-то самоверным вкладом в ситуацию. Мы бы хотели отметить, какие потензии есть, и попытаться разобрать по полочкам, насколько они, в принципе, обоснованы. Но, к сожалению, журналистские союзы которые не смогли по разным причинам, как мы пояснили, присутствовать. Поэтому сегодня мы говорим больше, наверное, о практическом опыте, о том, как все освещалось, как рождались новые форматы, новые способы освещения, и насколько в этих новых условиях было сложно и легко работать. насколько сложно и легко было балансировать, придерживаться все-таки официальных стандартов работы журналиста, и достучаться до другой стороны, насколько сложно и легко было производить по возможности все-таки приближенные стандарты, объективности журналистские материалы. А также о том, как рождались новые форматы и новые формы подачи, что очень важно нам кажется на данный момент для белорусской журналистки. Начнем мы, наверное, больше с теории, поскольку нету тех, кто мог бы высказать претензии или мог бы отметить кого-то, то мы решили провести небольшое собственное исследование, которое представит, собственно, Генина Вильникова о том, как эта тема освещалась в Белорусской Союзе. Я бы вообще, к слову, хозяйки и площадки сегодняшнего снятия. Спасибо, господин. Я не буду вас утомлять с какими-то большими расширями и так далее. Я попытаюсь вам буквально в нескольких слайдах показать, что происходило в медиа государственных и не государственных в Белоруссии при освещении декрета. Это, сразу говорю, это не какое-то там сундиментальное исследование и даже не претендует на то, чтобы быть каким-то очень серьезным мониторингом, но тем не менее в течение буквально нескольких недель у нас была возможность отслеживать то, как освещалась данная конкретная тема в различных медиа, но мы взяли все-таки период чуть больше, чем эти конкретные две недели в обзоре за месяц, в марте, апреле 2017 года и проанализировали этот медиа, который вы видите сейчас на своих экранах. Не спрашивайте, почему только их. Правда, не хватило бы физической возможности и душевных сил для того, чтобы читать огромные опции на эту тему в различных наших изданиях, особенно то, что касается представителей и уж тем более смотреть сюжеты на телеканал. вот за тот период, про который я говорила в марте-апреле в Советской Белоруссии уже 55 материалов. На самом деле, большие цифры, потому что вряд ли какая-то другая тема так сильно привлекала журналистов в эти месяцы, что вы так много писали. Сезда 37 материалов, да, видите, какие запросы конкретно делались, потому что приеда нужно было делать запросы, а где-то, как Ротупая, например, был специальный паштег, который, в общем-то, значительно облегчил задачу, мы сразу могли видеть, какие материалы на нашу искомую на эту тему были. Тут 2,30 материалов, Радио Свободы просто рекордсменов, по всем фронтам, 127 материалов на эту тему. Честно признаюсь, прочитать все и вот так, чтобы просто проанализировать было очень сложно, но все умения, да, они там есть, и там много. Белсак, 55 материалов на вашем сайте. Я не уверена, может быть, Алексей мне обожает и скажет, что есть какие-то материалы, которые не выкладываются на сайте, они есть только в формате, в том числе и далее. может быть, да, но, тем не менее, то, что было на сайте, вот в таком количестве, да, это пока мы говорим про количественные показатели. Что мы смотрели, когда читали? В первую очередь, мы смотрели, конечно, заголовки, мы смотрели общую тональность материалов, мы смотрели количество использованных источников, насколько, ну, скажем, условно, про стандарт объективности выполнялся, да, тех материалов, которые есть на сайте, либо все-таки обычно, ну, чаще всего, я могу забежать, перед сказать, что подавляющее количество материалов это один источник всегда использовался. Если мы говорим про государственные медиа, значит, это был какой-то источник от власти, скорее всего, президент, или чуть пониже, какие-то представители идеологической вертикали и так далее. Если мы говорим про негосударственные медиа, то чаще всего это были какие-то представители активисты оппозиционных структур и представители профсоюзов, то есть в одном и том же материале слово власти давали крайне редко. Хотел, такие случаи конечно бывали. Основные выводы, про которые мы проразнализировали эти материалы, посмотреть, кто как освещал. Еще мы смотрели тонализ, я говорила про это, то есть тонализ была нейтральная, позитивная или негативная. По отношению, какое отношение занималась сама медиа, потому что понятно, что в комментариях, которые давали журналисты, различные эксперты, они могли высказываться как негативно о декрете и его последствиях так и позитивно. Но важно было на наш дакт посмотреть, какую позицию занимает медиа. Если медиа выразительно не акцентировала свою позицию и не говорила о том, что оно за или против, давала возможность высказаться всем, значит, это была нейтральная позиция. соответственно, если просто с первым заголовком сначала мы понимали, что медиа редактор занимает позицию хваливы на декрете, соответственно, это положительно, да, и отрицательно, это когда речь шла в крайне негативном отношении к закону и тому, что происходит вокруг него. Основные выводы по государственному медиа, вы можете видеть, за два месяца практически издали такую позицию, что постоянно делали акценты в своих материалах на том, что необходимо сохранять спокойствие в обществе, что да, в декрете и в его практике, его применение есть определенные проблемы, но это перегибы на места, в которые опять-таки гражданам следует относиться с пониманием как философски и с мактемой. И о том, что потенциальный диалог, с властями возношен, и поэтому не стоит раньше времени выходить на площади либо каким-то образом выражать свое недовольствие, нужно издать точки соприкосмеления. Это были плавные посылы, которые делали государственные медиа, вы видели, врача не запомнили, это была советская и беларусь и звезда по поводу декрета. Подавляющая большинство материала государственных медиа продолжилась либо неправная, либо положительная оценка декрета. Но я сейчас говорю, что нейтральная это когда речь шла о том, что кто-то высказывался в медиа, не советская была сильная издательная, не говорили о том, что, о собственном отношении, не было никаких редакторских подводок, либо каких-то комментариев постфактум, а были высказаны не только конкретных экспертов либо представителей власти. Положительная когда речь шла о том, что все-таки высказаны из-за того, что это очень хороший, хороший закон и не следует его практиковать, все-таки просто дождаться, когда он может улучшиться и будет еще лучше, чем он. Авторы не использовали ни одного аргумента против декрета и никогда не приводили мнение отличное мнение властей. Они довольно часто приводили мнение людей, которые мы условно называли простыми людьми, потому что это называлось письмом в редакции, в Северской главе довольно много таких историй, когда люди говорили о том, что это очень важно, что мы все за, мы все очень поддерживаем, и что очень важно платить налоги и так далее. Вот это были единственные мнения простых людей, которые там присутствовали, но в основном все-таки речь шла о том, что высказывались представители вертикали, представители власти, представители профсоюзов государственных, ну и их риторика, я думаю, что никому надо объяснять, как выглядело. Поддержка декрета всегда преподносилась в этих текстах как, в первую очередь, моральный выбор. То есть речь шла, и это очень четко прослеживает заголовок, конечно, заголовок несколько будет похоже, речь на том, что что бы там ни было, нужно, то есть декрет это лакмусовая бумажка, которая показывает, кто в этом обществе совестный человек, которому стыдно не оплатить налоги, быть линияцем, а кто в этом обществе, к сожалению, такого не имеется. противники декрета, да, мы, конечно, про них тоже говорили, это были либо люди, которые отрабатывали грани, либо это были неразумные люди, которые просто повелились за каким-то общим протестным настроением, и они, как овечки, идут на заклание, и в конечном итоге именно они окажутся тем самым жертвами, сухими словами. Государственные медиа давали слово гражданам, как я уже говорила, которые, только когда они поддерживали и осуждали протестующих, и использовали неимолимпулятивные техники, в том числе неполные цитаты и упоминания декретами между строк в текстах на другие темы, это было довольно интересно. Одна из тех примеров, которые я хочу привести. Сейчас сначала несколько цитат, такие большие, я специально поставила, просто чтобы вы могли прочитать и посмотреть. Я думаю, что мы с текстами с подобными цитатами и сказками, нам очень много было обвинений в том, что люди, которые протестуют, они связаны с анациалистами, анархистами, люди, которые хотят разжечь Костерра Здора, и, в общем-то, да, тот самый Майдан, призрак, его где-то маячат. Этого, к сожалению, было очень много, и это такое типичный язык вражды, который используется в материалах на эту тему. А вот то, что касается примера подверстывания темы в другие вещи, очень удивилась, когда увидела материал вот этот на сайте Советской Белоруссии, он так и назывался «Фейк-контроль», и, в общем-то, в нем рассказывалось про фейки, про то, что такое фейки, какие они бывают, как в разных странах с ними борются и так далее, и вдруг, практически в конце материала, вдруг появляются комментарии представителя, наблюдателя Совета Белорусского Комитета Молодежных Организаций, который почему-то в разговоре про фейки начинает говорить про несогласного декрета. И вот дальше появляются цитаты его, а после этого вы видите внизу Евгений Брекин, материн-фибральный фонд, которого, видимо, спросили, то есть ему, судя по тому, когда все выглядел, его тоже спрашивали про фейки, что такое фейки, и вообще, можно ли с этим как-то бороться, а там еще ниже был еще и юрист Зекратский, который тоже рассказывал про фейки. И вот эти, я думаю, что, скорее всего, вот эти два человека, которые спросили про фейки, и все равно фейки они рассказывали, ничего больше. Но вот этот вот микс из фейков, декрета и опять фейков, очень уважаемых людей и так далее, он показывает о том, что на самом деле тему декрета можно было найти где угодно, и ее действительно подвезли в какие-то такие вещи и неожиданные места, и пытались таким образом создать из нее то самое ощущение нереальности и неправдивости. То есть все то, что вам сообщают социальные сети или какие-то медиа, может оказаться на самом деле фейком, в том числе и декретом. Он может его на самом деле. Ну, такой мир постправды, попытки. Тем не менее, это именно так выглядит. А каким боком это, если вы поняли? Каким боком что? Декрет-фейк. Так вот, никаким боком но тем не менее они говорят про то, что подобно-родно деструктивные действия и тут уже и декрет, и декрет, и фейки вместе с ними должны пресекаться. Это вот следующее за цитатами предложения. Я не знаю, сколько хорошо вам видно, но если вы хотите, можно там, вот эти материалы, так называются, фейк-контроль, его можно прочитать целиком, посмотреть, но таким боком непонятно, но остаточек искаётся всегда, знаете, ловочки нашлись, а что-то случилось. Характерные заголовки, вот это то, о чем говорил, труд это дело чести, улицы никогда не станет экономической панацеей, в документе важна суть, надо во всём спокойно разобраться, и вот мы в парниках так задельно маршируемся, и всё становится понятно. Это вот то, что касается государственных не государственных медиа, подбирали больше внимания протестным акцентам, задержаниям и субборствам. Что-то пропустило? Дело в материальных акцентах всё-таки на нарушение прав граждан на свободу выражения мнений и свободу собраний. Они очень часто, да, говорили про желание властей идти на диалог с протестующими, и часто рассказывали истории отдельных людей, которых темно-то образом коснулся депресс. Кстати, вот это один из таких трендов, который очень хорошо прослеживался на Тунбайер, очень хорошо прослеживался на Белсаде, и радио свободы, на самом деле, тоже были материалы, которые касались неконцентных людей, да, то есть это всегда выглядело довольно выдержанно, и всегда через призму людей показывалось влияние на собственные губерна населения, на государственные медиа использовали социальные высказывания властей как самостоятельный информационный повод, это то, о чем я говорила, то есть в этом случае не было возможности говорить о 100% говорить о том, что была сбалансированная информация, именно потому, что сами высказывания становились отдельными, посылами, у которых не было противовеса, никто не мог из экспертов, не было из экспертов, которые поговорили стояночка, но это не совсем так, то есть такие вещи, таких несколько материалов было у Радио Свобода, когда речь шла уставник Лукашенко, и там прямо в комментариях, в заголовках прямо было, Лукашенко сказал, эксперты говорят нет, и вот баланс был даже на уровне заголовков, но такие вещи встречались на формы, если мы говорим про не государственные медиа, то разнообразные форматы были, и Николай уже правильно знал, я думаю, что еще коллеги скажут, вот несколько цитат, на самом деле, таких красноречивых цитат, как в государственных медиа, к сожалению, я просто не смогла найти, потому что чаще всего, даже если речь шла о каких-то очень, скажем, вызывающих цитатов, то они, это не были цитаты, которые будут вкладывать в звезда журналистов, либо это была какая-то редакционная материала, это скорее были просто эксперты, либо люди, которые определенным образом оценивали то, что произошло. Ну, характерные заголовки здесь вы можете видеть, так, плоды зарабили скрытый турбул, турбул, высказанное «Судоростью берутся», «Тунеярцы, пани море», «История белорусов», которые очень родноватые, так что она говорила, что много было историй, и очень много было людей, которые высказывались в эфире, прямом, либо потом были нарезки людей, которые высказывались и давали какие-то свои оценки депрету и происходящему в стране. Основные выводы, которые нужно ввести, из-за того, что было прочитано, просмотрено, прослушано, я, честно, я хотела бы вам еще показать несколько сюжетов, которые вышли на разных телеканалах. Я рада, что это можно подсловывать коллегам, а если у нас встанет за чуть-чуть время, можно просто так резюмить решимку на то, как он закончен. Очень часто государственные, не государственные медиа делали информационные вовы, так сказать, не очень часто, делали информационными поводами сообщения друг друга и анализ этих сообщений. Радио Свободы делало довольно много таких историй, когда они просто отслеживали, что сказал в день конституции, как эту информацию подавали Мелко, как эту информацию подавал Советская Беларусь, телеканалы, где-то были телеканалы в Монтерниках, которые взяли цитаты из Радио Свободы, видео, и обрезали какие-то вещи и следило это, это тоже стало поводом информационным для того, чтобы сделать отдельный материал. В общем, идеи и другие следили за работой друг друга. Собственно, это вылилось заявление в СЖ, в том числе в начале и после Крымарии. Идеи и другие все-таки нарушали стандарты объективности, я уже объясняла, почему, да, потому что в первую очередь у нас были материалы, которые были основаны на одном источнике информации, два и более независимых друг от друга были довольно редко, и это было, не знаю, насколько, это уже коллеги расскажут, люди, которые в поле работали, насколько было тяжело найти, скажем, комментарии противоположной стороны, но тем не менее вынуждены констатировать, что это вынесло именно там. Тонарное сообщение в государственной медиа была образительно предвзятой по отношению к протестующим и актам протеста, совершенно точно она была нейтральной и позитивной по отношению к самому декрету, в то время как не государственная старалась предъявиться нейтральной позиции и по отношению к тому, что говорили власти, старались, хотя часть, бывали случаи, когда это не очень хорошо получалось, но тем не менее было видно, что я пыталась найти какие-то острые цитаты то же самое ради собой я понимала, что практически ничего мне не удастся оттуда выводить, потому что редакционных комментариев было очень мало, это были очень говорящие цитаты людей. но при этом естественно отношение к самому декрету международной медиа это прослеживалось в тех же самых заголовках было скорее негативное, чем нейтральная или педитивное. Ну и последний такой общий-общий совсем вывод, если говорить про какие-то нарушения либо недочеты, которое было видны, то часто возвращало предвзятое отношение к несогласным с декретом гражданам, попытки были уличить организаторов и участников акций протеста в заказных действиях, при этом никакой факторы в журналистических материалах не было, к сожалению, в их счастье использования никаких заказных факторов. Была подмена проблем декрета проблемами общими с общими заботами гражданам. Это, кстати, было довольно часто и у тех и у других, потому что про декрет мы, может быть, даже говорили в этих текстах меньше, чем про общее право человека выйти на улицу и выразить свою позицию и собраться и делать. Вот. Это те выводы, которые можно было сделать после прочтения более чем двухсот с половиной и двухсот двидесяти материалов разных знаний. Еще раз повторю, если бы будет время, я бы хотела хотя бы один сюжет в родном который выводки показать. Спасибо большое, Янина, за грунтовую оригадусть. На самом деле, очень большая работа была проделана. Есть и позитивные новости, их много. Одна из них это то, что во время освещения этих событий наверное, не родился уже, но свое очень такое быстрое развитие в плане популярности получил целый новый жанр. Это стримы, онлайн-трансляции из корпораций. Мне в речи Янины очень понравилось, очень удивило с такой стороны то, что государственные государства СМИ пытались делать такие обзоры, как кто освещает эту тему, потому что аудитории видимо настолько не пересекаются настолько они разные, но интерес тем не менее есть, кто разработает по теме. Аутстрим это такая штука, когда в принципе есть картинка, есть квалифицированные желающие комментарии и оно в общем-то все видно, что происходит. По тем или иным причинам до этого то ли не происходило каких-то масштабных акций и событий, то ли густная способность интернет-каналов была не такая что я не знаю, но стримы не получили такого сильного рометия в Украине, а вот в этом сезоне да, в этом сезоне они стрельнули. И стримы делали естественно разные СМИ делали очень хорошо все, но мы решили обратиться в первую очередь к опыту радио Свобода, поскольку в прошлом как бы по крайней мере урага Свобода была самая главная группа в Facebook Она тебе пишет слово в этом или ты голоса поскольку нет? Ну, конечно ты пишешь что по куль что звучат как голоса гонгуре но не не какой-то не не сказать ли что было я к тому что радио Свобода в последние годы очень активно и сильно представлен работал в социальных сетях и стримы это та штука которая в социальных сетях крепает у нас есть сегодня присутствует Александр Тинько которая сама эти стримы делала и мы хотели собрать из ее опыта в первую очередь как это было какие были трудности с чем с чем мы Александром сталкивались и какие были трудности именно в том что придерживался вопрос стандартов чтобы получить какой-то спонсированный материал передо мной была конкретная тема поставлена задача и усила поделиться то есть это с карьерами я решила что это профессионная аудитория я решила что просто все нет и в это прошли два месяца не машина поролновать я не думаю что кто из нас был конкурентом или мы ходили на стрим и было пять камер пять микрофонов кожно знаходил свою аудиторию и кожно знаходил своих спикеров и это было саправды я шутяшная замужимость просто вернуться в тот час потому что он за все моим может быть похож на под и за всем что я надзираю заняты это самое тревогу сейчас и когда он так схлопнулся в момент было желание что ты ведешь про иму за живого Бога у тебя новая принято информация что люди доверяют тебе разы больше чем это было ранее и теперь каля ты изнов кунаешься в ситуации каля когости посадили шмак людей посадили когда требуют следовать суды и кольки кому далей и когости выпустили или не выпустили и Лукашенко конечно сказал что требовать но просто под суд по этой матрице изнов бегаешь везет вертанье в дырмоецкий час оно верьме так шострасын на меня проходит и тому я хочу и увесь это может ухвилинно думать что в этом часе было такого что мы работали такого что это было так круто для всех и для нас это мир я хочу сказать что Домаевская тема она в принципе такая рада свободы у нас досыть великий штат региональных журналістов в Киев эта тема спрацовує про бедность они просто тут вам идут каждый день каждый тиждень и мы стали писать про это декрет который был подписан и я никто не думал что когда люди отримают на самом деле 30 тысяч счастья народ что это улица у таких бог они сразумяют что это сегодня радужки что они заплатят это немало грош у нас социально значенная тема редакция великая и каждая социально значенная тема она распроцовывает свободных жанров информационные проведомлений мы проведали шиториалы что работать когда вы отрывали счастье исторические доведки дел у этих краин были такие аналитичные жанры наши аналиты так само я думаю шмат кого отправили у эксперты и записи про храмов это все вели шмат и это все реакции но было два таких ром которые работали в обитри и про его жуя нина и коля сказали это на первых это human story человек же история дзюна я немножко вы там не зауважили у нас целый проект про это есть называется краина дермаеда о том что мы реально десятки историй этих людей зарабили и это притягивало тем что люди были вымешены они казали тое что они не казали ранее под своим формат они были новыми не для нас не для шмат таких иншых редакций але эта тема все что дала на новую всякую плыву и новую маршивость и и получая это два формата тое как мы коррестали со социальными сетками яны покрыли крушу об это термаяц час большая история мы нашли социальных сеток А до дельников были свои дермаецкие суполки, в которых мы сразу уездли. Там были люди, там были комментаторы. Мы у той же суполки закидывали истории, которые мы делали. И эта кола запускалась на новом. Я вновь ведомый, так само шмат, смешно, кто это делал. Мы так само подбирали уже сильнированный контент. Была там, например, женщина некая из инвалидов, паджабенки. И она сама записала свой вид озворот до Лукашенко. И мы так само до ее съездили. И после этой дно разворвалась. Самая справа простая история. Мы собрали спецпроект «Украина Дармаеда». Мы старались выбирать сты, которые не полтарают одна одну. Там, где кожная проблема описывается со своего боку и вздымается на дом. И у нас этот проект окунулся поспеховым, ну и, к минимуму, внутри нашей редакции. Потому что он был признан проектом месяца. Средо всех наших десятков новых редакций. Мы так само об этом вогнарымся. Но после его отпечаткового заклада на ресурсах «Звездя» мы сошим за историем этих людей, что с ними сдарылось. Кто-то знайшел працу, кто-то не знайшел. Кто-то хочет с нами разговаривать. Кто-то уже обновляется, будем верить. И это так само нам важен за этом Сочи. Прас, в этой социальной сетке до нас пришел таки успеховый, для нас эффективный кадр, как Максим Филипович. Потому что он сам по себе был популярный. И когда он погодился у тем лику из нами, уделившись у наших программах, нечто там пометовать для нас, мы зимравили видеосюжеты. Если захочет того, что он свои сюжеты размешал на свою шматысячную аудиторию, то до нас так само приходит театр. Ну и он за этот шат стал таким заправданным экспертом по дармаецких справах. Он таки универсальный солдат. Всю полное поло. Я снова прошу гнусь, а ты на сутках сядь. Вся история дармаецкая на ней. Что дышится с Трином? Конечно, это взорный формат для всех. Мне просили, когда Янина написала, напишите про недохопость Тринома. У Тринома нема недохопов. Но это только может быть, когда ты до них неправильно подректованный. Ты выбрал не ту аудиторию, не для той аудитории Тринома. Ты ему выбрал не такую с техниками, у тебя есть проблемы. Настрой у тебя нема. А там, в принципе, Тринома это такая штука, яка я просто не дохопов, ей можно пропить сам жду. Важная, конечно, у меня есть аудитория, у нас она уже была. Уже казалось, что у нас поспеховая популярная с уполки в социальных сетках, это был важный фактор для того, как наши стримы у таких горячих сейчас стали еще больше популярными. У нас просто стартая облицовка была трохи высшейшая. У нас, так само, в Голидации есть потребования для всех, у нас шмаки, знову повторюсь, как каждый умел включаться с любого своего девайса, с телефона, честно, вырастается в своей праце, включаться в стрим. Мы еще и снова, подчас гэтых термоездских акций зарабили мини-тренинги для всех, как гэтые умения были обгриджены, и это потребование было. Человек мусить ведость, как это работать, просто технично на какие кнопки куды натискать, выбрать сам працовку, где он лишить, как это будет наибольш популярно, мусить быть у его добрый рук, мусить быть добрый картин, так само потребование, який мае наш мультиметный отдел, ее мусить сам голосом за кадром, те кадры, верьми ясно подлумачивать, что он бывает. Иначе, вот это такие складники, яких так само усе протремиваются. Мы звыклися, в принципе, тут сказали, что стримы не были такие популярные, но у нас были популярные стримы, мы звыклися до того, что ее добро глядять. Але, коли была акция 17-го лютого, она для нас стала таким челленджем и мы бачили інших людей, мы бачили, что люди за усим іншим узровнем ширости и готовости говорить, но их іншая программа, не про іншую, просто поговорить. Бо коли ты стремишь с любой политичной акцией, ты туда приходишь, и особливо, коли человек тварь его не знаем, ну ты, в принципе, ведаешь, что он скажет. И уже можно, ну не то, что зарежиссировать, ну, але можно так варьировать людей, до кого вот это скажет, это приблизно, а это тое, и тогда у тебя некая картинка побудовывается. А тут кожная история, яку ты чу, починаючи, там, от местной акции, скончаючи, ну, любой інший, на яком на стриме, у регионах, у каждой хотелось услуговаться, кожей хотелось заставаться с этим человеком, доведаться, что ему там боюсь. И они все казали тое, чого, ну, вот я, как журналист, не завжды чула. И гэта була цикава, и гэта працавала. И гэта, так сама нам давала вот такий челлендж, самый перший, что ну, треба рабеснить, что новая мужа, вот такий просто линейный стрим, коли ты ходишь на микрофонах, от одного чалавека до другого, от працавали, может быть, яшень, яшка, мы так сама, не было у нас практики, калимянская команда выезжаю в розные города, и оттуда стримить, коли мы, переконанно не ведали, но там уже такое нечто бывает, что ну, тут тысячи проглядов у нас будет. И у нас перед кожной акцией были, это не ехать, не ехать, может быть, там никого не будет, и что нас будет грозить пять человек, а целая команда поедет, это технично складанная штука. и тут так само социальные сетки, и люди, которые у нас работают в своем отделе, они были головами, мы просто глядели в ухоженном городе на популярные сутболки, штабы, там, это гомель, детка, глядели, от кого сходить, кто организовывает эту акцию, сколько людей, там, выказываясь на комментариях, сколько людей заангаживали, кто-то скажет, кто-то придет, не придет. Я там просто глядела, вот кольки лайков поставили у этих самых популярных сутболках под обвесткой, что будя акция у таким-то городе. Мы ездили по Усюль, и ни разу не пошкодовали, что мы куда-то приехали, и это так само спрацвало, когда был такой провокативный, а может быть, стопроцентно провокативный заприк уже под конец к этой всею паре дермаецких акций, когда не были анархисты у разных городов около один час обвестили акции, нам тогда наши сеточники сказали, ну нет, туда не требует поехать. И мы все застались, так спокойно проживали в этот день и бачили, что там сопроводы ничего не оказывается. За час стрима так само выразно вырос довера в аудитории до нас. Журналисты познаются на улице, нам двумя шмат скидывали информации про соцсетки просто на шмат больше. Я разумею, что это практика в каждой редакции отрабатывать информацию про соцсетки, али калли ей колькость уразы подвышается, калли люди собраны готовы под своим именом тебе нечто рассказать, то это так само для нас было важно. И еще один эффект, я думаю, что его не только мы зауважили, это что люди успевали микрофон журналиста это как мощность для всех ты приходишь на площадь, там уже никого нет, пять минут до акции просто акция начинается, и в окол тебе стоит пять, что ты слышишь, ну все, зараз буду тамадой, зараз буду тут ходить и вышукывать людей, сказать, что он бывает. ты достаешь микрофон и в окол тебе просто такая воронка людей и каждый хочет этот микрофон взять и рассказать про свое. Это уникальный был эффект, и так само давало это чисто журналисты играть. Про недокопы я уже сказала, что я понимаю. Я вот с оправды веру в то, что мы делали было неважно и оно давало великой группы людей дало в том, что они могут быть подчутаны. Вот в тот момент, когда я не это могу. И это одна одна из самых великих таких плюсов, в которых я себе власно и все наши редакции ставлю за эту працу. И после такого конечно когда ты видишь такую дальность широкую великую колькость людей все равно не то, что у нас никто не работает, а не знаю, что можно сказать. это все отбилось на наших речках и это важное время. Пока в 25-26 СПК мы тогда стримали рекордные дни и на жаль после этого я сказала, что точно скопнулась в всего один момент, оно так отглось. Мы стримили на 5 основных платформах это Facebook, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники и Twitter. Мы тогда сразу разумели, что мобильный сигнал будет блоковаться и решили, что у нас будет студия будет рассказывать онлайн про падение, когда нет картинки не было. у нас был контент социальных сеток, были и твиттеры, и заховывалась стабильная аудитория на протягу 1 студия ее отримала. Это наш великий плюс, когда ранее у нас был только фейсбук, твиттер, за этот мы сделали все свои платформы. Мы широко присутствовали в соцсетках, наши фолловеры делились нашим контентом в соцсетках. Нас цитовали Reuters, Eurobus, Deutsche Welle, BBC. Мы могли подлежить сколько контента все таки 95% из Беларуси. Ну и прикольный момент. Я думала, что я сама побачила на Беларусском телебачене. Не то, что шок, как можно так уже нахав на себе поводить. Один на ютубе у нас поглядел 680 тысяч человек, у фейсбука наша аудитория вся 658 тысяч, 172 тысяч уникальных вьюеров, ВКонтакте 100 тысяч, одноклассники 90 тысяч. Лишь бы на 26-е цыковика упали, но все одно заставалися высокими. И это только те люди, которые поглядели этот долгий скрип, потому что мы с этого стрима делали самые интересные моменты и они также имеют свою аудиторию. Я могу показать очень коротенькие ролики которые мы сделали на 25-е веке и он согласно там еще есть что про что сказать. Это будет удобно и круто как я прыгну вернусь. 27 почерпите свободы. Мы всех с днем воли. в только в я не вернусь в а в Продолжение следует... 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 Потому что каждый там третий, другий, расповедал историю, что, начинающий от того, что да я не могу в Ваканкам зайти, там у вас пять милиционеров, я там ходил, я годами сужусь с вашими, там был бы во всех судах, и я не могу найти правды. И эти люди приходили, и они думали, что вот, когда они скажут это, у нас микрофон, их подшует, как минимум, сам Лукашенко, и что-то поменяется, але этого не отбылось, и Влада подзараховал таким человеком. Ну, на самом деле, просто ситуация, тоя самая, что было до момента подписания Декрета, до момента пошатка его реализации, зараз это не реализуется, люди перестали засылать листы, некоторые стали цехать податковые, и многие спрашивали, что вроде как у Влада упокоились. Ну, я спробовала одно не то, раз, наприкла, ситуацию, як Адреаку. Ну, я спробовала одно не то, раз, наприкла, ситуацию, як Адреаку. Одноклассники, для меня это вот о термоедских темах, Одноклассники была самой показательной сухой. Я к Адреаку, например, на слово Лукашенко про тое, что это, я к Адреаку сказала, что-то клеймание где ставит, ну, не какая-то такая, во-первых, межорская фраза, 350 тысяч человек просто спляжил на ничто. Ну, не я к Адреаку говорю, одноклассники, мы общаюсь, но они зауваживали эту фразу. Така грошица гэта попросила, покажите, на заклинание, ну и все. У нас люди пошинаюць халявацца, колядные... Можа быть, я, вы. Ну, а что, за 23 года никто не прозвижался, да вот эти вот... А люди были вельми обурены. Вот ты, люди, які выходили, шмажем ходила не дармаедом. И вы таксама дотувачили. Люди выходят и говорят, мы не дармаеды, мы работаем вот так вот так и так. Я вообще пришла, вот у меня есть работа. Там пенсионеры приходили. Приходили. Люди, які тормовываются просто, что люди шукали микрофоны, негде незалежных... Им было все одно. Любых, любых. Неважно было. Нас, конечно, познавали, а им было все одно, да, кому... Ты, кто осветляли, да, и просто жили, и казали просто... А как он, как пошел у вас? Я таксама, як люди шли за любыми лидерами, які поделяли их лозунги. Это была и оппозиция, это были анархисты. Я думаю, что любой пришел, пришел бы с законка, но человек и сказал, все, всим отменяю, хотим, что там, не знаю, за областной администрацией разом со мной, они таксама пришли. Я просто взял с грунт забаву на той, мене, наприклад, здивіла саправду, што выхозала вельми шмат людзей ненармаеду, и гэта тема спагнання тва падатку, она вельми мостно пересегала с тому принципу без працовья, и мне спешатку было незразумелым, шо мы людзей, які, принцля, маюц прац, на ошнаня выходзец и бунтуец. И мегами просто чалек воршы, які нема не апрадачкене до оппозиции, сказав, ну, сьогодні я працюю, завтра я буду без прац, из мене спогонять той сам податка. Я бачу, што дажа усклада моих фигурами не только не подкримая, и без працового, а додейменья. И вот это для неважного, потому што, ну, скажем, Лукашенко, там, урат, кажет, окей, мы первому паузу мы не будем попросту погонять гроши. Але разом с тим працовное место не з'является. Ну, чиновники, конечно, вымушено там, приходите до нас, мы будем у вас вот кладну прац, ну, это, конечно, смешно, это не прац, старшинировать ангама за руку водить некого человека, знаходить ему праузу. В целом, экономичная ситуация берегенеральная. Промысловость... Ну, я была, вернее, сделана, наприклад, в моем родном городе, что вышли люди, які працювали, наприклад, на предприємстві Мебельон ЗОВ. Мебель – это беремістового предприємства, яку просто забили тем, що директора там три рази звозили в КДБ, і зараз у людей нема праць. А то люди просто роботяги, і чому, наприклад, я думаю, що це може повстати з одного протеста, може би до 80-ти, правда, і люди зараз там городами, я не веду, будуть займатися починками. Але справа тому, що, ну, люди-то чекають, може, цих офіцянь в 500 доларів, але якби, тут є сергей Чао, і він може легше подумати, що, напевно, наврати ці на 500 доларів будуть. Я просто серйозно була в шоку, доведувшись, які реальні зарплати люди отримують в регіонах. І я хочу сказати, що ми, журналисты, ми упустили регіон, упустили те, що реально бувається в регіонах. Я це зрозуміла більше, я бачила людей, яких я ніколи не бачила на протестах, це були просто люди, які їх не ведуться. Я не веду тут факту, які Статкевича, як я воно программу. Гадомий організатор маршал Дормоедов, і люди над нею до себе надлідають. І не тільки влади пропустили на строй Баграмасква, але в някій сенсі і журналисты. Ми думаємо, єсь некі там регіональні СМІ. Але, наприклад, Вечерний Гродно, коли казати про Гродно, а перші акцію «Марш не Дормоедов», так це називалося, наприклад, Вечерний Гродно не сітля у Волі. С-13 — цей популярний сайт, блог, якого проглядах, на узлованні «Навиды бачилася», регіональний сайт «Пестукова». Вони нічого не писали про Гродно. Тобак перші акція, навіть була в регіонах, були незаважні. І люди, што я бачила, саправді, шли до микрофону. Годець, звичайно журналисту, за все це треба там шукать, як хтось сказав. Годець на Патанках відмовляються. Довіда корреспондентів, добре ведуть. А тут люди самі шли, летнічерки встроювалися. І, як мені што сказати. І ще й важливо. Я була з'явлена, бачивши, що люди саправді не вірять державним СМІ. Люди не вірять в БТМ. І на ТСХ показали. І, в принципі, для мене було так трохи з'явленням, це все фільми пропаганди зліпи про Белий Легіон. Я чекала, що буде зараз, в громадстві, там, все будуть зверити. Я почувала коментарі, там, на Харт. Ну, Харт не показали. Ну, наприклад, на Турбайі. Саме залайкнене коментарі в тому, що там брехням і не вірять в БТМ. Люди перестали вірять в БТМ. І це, саправді, шанс для незалежних СМІ, як би поширити свою аудитору, на свою клуб. Ну, здається, нам може б дать дамо слово Тараксею? Ну, я не віддавав, є такі співші дамо слово «самоліт». Ну, Сашу, в принципі, в принципі, вважає мавну фраудово. Я кажав, що... Так, схемі абсолютно однолькові. Коли кажаць про про той, яка відбувалась на нашій аудиторії, У нас за прошлые пару месяцев на канале в Ютубе в два раза просто возросла аудитория с 20 до 40 тысяч. То и самое по всех инших субболках, я не могу это рассказать в деклату. Но и после был рост, мы рядом с сайта, прогляли стримы. Мне что-то сподобалось в стримах, я не удивляюсь, что их журналисту, я большой раз работаю как менеджер, но я имел большинство так само онлайн, надеюсь. Я видел потом уже стримы, я в некий момент, на самом початке задаю себя на думце, что я лежу с такой же цикавостью в документальном фильме. Потому что у нас дают другие, все так, боже, не постановили просто развороты, пошили какие-то цикавы. Но, как сказали наши журналисты, что у них не было складанными, в том смысле, что колено первый раз выводили в осень мишень, не маяши до сюда стрима, с микрофоном натуральным мы так само проводили некие натуральные шкаления, но не было проблем в том смысле, что люди правда сами идут до микрофона, не требовало продумывать до кого идти, как разговаривать. Просто идешь, за человеку подходишь, и он скажет, что последники такие отбыла у всех. У нас было особливость то, что мы пришли в этот протестный месяц возникли на нас подорожнику, на нем мы только подавали про интернет, у нас вышел шесть подорожник, про яки нас теперь активно лететь в районах, и я думаю, что это стало основной в Тогоциско, как и наш канал пришел в эти протестные месяцы, потому что меньше их пришел я не могу назвать. А что значит про просмодорожник, это значит, что его могут зрители глядеть там, где нема, хоть как интернет, где больше из наших медиа не доходит, ну не больше из наших медиа, а те медиа, как ты, например, працуют у великих городах, у малых городах глядеть онлайн, как раз ютуб складаны, потому что там нема широковолосного доступа, так как нема оптоволокна, там есть ДСЛ, ну у вёсцев какой-нибудь, если ты башевок где-нибудь оптоволоком тракт. А в городах есть, наверное? А в вёсках? Ну в вёсках так, а в городах есть нормальный городах. Но они не повсюли, все нормально, и статистики на нас отбудутся, я думаю, что, тут, пешим же, с гадами связаны, это много милициантов удержать, в приватных размолах, уже, когда там, после допыта по шнелизм, замолняется, что, ну вы же знаете, что все началось в феврале, да? Ну, я просто не гневал, один, что я памятую, вот по ютубе, что, ну, снежнее, то, что я сам взял, когда пишу на ютубе было, 20 тысяч шел, зараз, например, прошел 40 тысяч шел. И это самая великая какая-то из подписчиков, все это незрежные обмены, на ютубе. А почему это значит, какие истории, какие репортажи, какие-то были стримы, некие аналитичные программы, какие-то остаются, но не может... Ну, я больше, которые нас представили себя как нейтрально стримы, что дышатся в юном историке, просто, наши вот эти скринки поштовые разбухали, просто, что люди писали и писали, зараз они пишут дальше, на тему того, что они побачили в ОС, или в милиции, потому что люди, которые ранее не сутокались, говорят им, хоть прошли вас из этой системы, и люди так уражены, они бы так не ветрились. Но, с правдой, ну, заважено, что люди, они не были затриманы, не были вмешаны на кресте, на какие-нибудь инши изолятор, чтобы они в першоветон побыли, и были издивлены тому, какие там умовы. как Илсас использовал много новой аудитории, и какие заводы могут их увагу притягивать? Ну, в больше так сказали коллеги, что доводится просовать по повестке, которая информуется в чиновниках, зараз так. Ну, натурально не веду ли неких специальных мероприемствах по захованию, которые натурально мы не робим, потому что нам не морщимо заховать на контент, если ничего не открывается, если ничего не открывается, если нет акций, то что людям показывать? Но мы отказываемся на то, как максимально отказывать людям, которые отсылают свои фидбэки, свои истории. Мы стараемся не игнорировать и не меньше наши группы выезжают до тех людей, которые напишут эти интернет-сторонки, эти соседки. Мы можем просто дать когда им важно, что истории не мягчимо развить, то можно просто про соседки дать листы. Саша показалось, что частный СММ отдел был неоголовный, что так при первом жизни не будет ехать. Как голосовал со сеткой, именно с мониторингом со сеткой, и в Минску, и в регионах сеть есть у вас уголовные люди которые отслушивают. У нас есть эфир телевизийный, не телевизийный, для картин и получит вытяжка с умышлением формата. Перебачивание консервативное для того, как вывести сигнал на сподорожник, наш технический отдел потребует досконало якости картинки, как не было синхронно, не дай бог что-нибудь и есть просто интернет, где можно показывать все что хочешь, ну, не пероматься можно называть это. И вот мы как раз спробовали на 25-е была первая спроба сполучить студию с стримом, но мы поверили, что это на корысте для того, что студию скажем, эксперт в этот момент мы видим, что на улице нечто отбывается, просто технично складывается на вечер и углубляется контентник и аудитория к ним. Учера на 26-е у нас были особенные две трансляции. Одна была на сподорожниках, пытаясь, что делать с студией. Особенно из двух камер давали картинку за счастье самого. И на этом же ютубе были особенные для трансляции. Одна эфирная, другая стримовая и стримовая полежитность. Известно, студия подштовывались. Проводил Саша добропрыглад через студию и просто коррестовалась в тот момент, когда возникла картинка, у нас с ней по-иншему решили в США соедовать. Люди были довольны. Уголовная это студия, уголовная это стрим, и мы вас выпишем любой ноты. Натурально так, но на 25 секунды выражают. Мы останемся таким форматом, чтобы найти интернет. и то, что бывает на улице, но больше текало. Действительно, мы тоже взялись с вопросом при подготовке мероприятия, как различаются походы российских и белорусских редакций на заказы материалов журналистов, которые отрабатывали тему. Я хочу передать слово Денис Ловенкевича, который работает на лотарях российских СМИ и Азов. Я хочу заложить. Я працую на семь росейских медов самых разных. И что интересует, какая отметность этой истории с декретом с протестами, протестами, отмена с тем, что практичному першиню после лоши 50-го года першиню в эту тему замовляли у все российские языки. Николе такого не бывает. На вот выбухом метро в 19-м годе не у всех текали и расследования после роли суд. Когось сведения текали? Когось сведения текали? Это было. А тут я на тему декрету не мертвы не писал богу или белорусскими. Не просто не мог уже. В этот термин выдело все сейчас на России. И вот что я могу зазначить. Я ненаслушно зазначил на площадку. В Беларуси поделились державные и залежные сроки массовой информации. и как осветлять что рабить, что державные осветляли как належить на двух ойсах, как циклопарты, которую зараз выполнила администрация президента. Незалежные осветляли с большинство это нейтрально сопротивляли пункт граждане. И проблема при написании незалежных была уже взяли комментарии чиновников и так далее. Что мы не то читали коллег, читали все белорусские строки массовой информации. Я вошел, что не было в большинстве выпадков не было просто журналистского стандарта подставить, а был выпадки. Но в большинстве выпадков это просто не было. Кому страдавалось Олега гостератка? Ну а что дотешить с российскими медали, как это произошло, как это отбывалось и сейчас? Ни водной николи мне не показывало, как я могу осветлять проблему. Но все потребовали одну листку. Как могу больше листку. какие аспекты не следовали, только ситуацию, когда прошло 20 лют и заплатили 11 от ряда. Это все после протеста начались, после выступления Лукашенко и заморозки. Это все такие этапы. Каждый этап я осветлял замовлял и за что потребовали ниже. И тут доводилось часом крутиться уже как вожжу на потенни, потому что даже если взять протесты, которые проходили по периферии Беларуси, то так разумеется, навык я взял лишь бы с сайту Харты или мобеды, что их требует минимум на два делить, лишь бы колькости протестующих, навык я взял с сайту Харты и подсамовал и свои дни я не мог бы написать что протесты были маски доводилось писать некие тумашины что не выходили люди на улицы в региональных городах что отмывалось завершенно только на периферии такого не было вот это великое доводилось тумашить что протест белорусов был не на улицах а то что такие подлухмянные дисциплинованные белорусы они просто небольшие платили мне 11% только которые платили податок на драмоведу это сденешило но что как это прошло все российские знания их это текает тому что и они примирали все на себе у них так самая податок это отмывалось не одно и они просто боялись что будет и хотели посмотреть как после этого выглядают Беларуси есть астрологичная версия что в Беларуси отплацовываются в России повышение бензинного взрослых домоеды правила дорожного руха я не могу сказать так но на этом цикленность была высокая у российских массовой информации но никто не казалось как все просили ну вот остальные пытаетесь то какие были важнее для архитологов и редакций ну скажем так это зависит конкретно в СМИ лишь бы просили все а я просто просто формат формат розны есть такие какие завершения так поминут пару прикладов простых людей аналоги которые говорят так как газете руха ухопить одного двух эксперт им это непосредственно не сколько складано было вам как журналист замерная цен это лишь бы доставать это стычное сколько складано было взаимодействие с 20 это 20 20 процентов у такой тем актуально это критеризм это первое что шиновников это не было шиновниками тут есть свои профессии век скажем посвечивания членов белой руси я возродился в 1960 виновиток можно было привести до членовников ступить за профессион хитрик но что я могу потелефоновать присты как белой руси есть такие лайфхаки профессионные лайфхаки но у меня не с чиновниками не с нашими экспертами за годы не одна судьба не у меня особенно проблема в этом не было я скажу так что после всего этого я делаю великое интервью за одним чиновником я поколю не хочу назвать я только выйду я не скажу за всех журналистов у нас журналистов судить будет за интервью Мазарик особенно это дурец особенно за это то что он вышел сам но он сам хорошо промолять микрофон я свободна с профессийным стандартам но но у человек который имеет юридическую сомневую стандартам потому что журналисты работали колоссально по туману эксперты оценили это видовочный перми не письменный документ это абсурдный закон и я не веду эти требования в каждом материале предоставлять слово Щеткиной который скажет что это прогрессивный закон я не веду эти требования не только кого звонят и он сказал там ну на кольки это цикало что на кольки это релеванция если я прошу не напруживаться мост на пошуках чиновникова я долго долго долбил с вами кто-то салатовникова когда он очень экономичную программу я думаю отбился тема была про працовную иммиграцию где вы прохожу они говорят нет нет у нас нет поляки поляки до нас едут я день рубил при себе и потом выкинуть я не 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 я не знаю я прохожу понимаю чиновникова с министерства по обоит как пунктах Роман Атошин Романом Бартареком, любым журналистом Ось Юлия посмехается и читала. Там это неудобно написано, что в подобных упадках другим боком можно просто вытрустовывать, как там, как у Перши казалось, что дурость каждого видна была. Это и так бачно. Это и так бачно. Это и так бачно. Я все привыкли, что не связано с декретом номер 2. Стражили на 15-й год. Я догадывался за гатя, за 3 дней, что 27-го вентилятором мне вспынется голова конвертия, что само по себе надзвешаемая потеря. Я начал брать комментарии. Взял там один коммент, и там взял Валентину Лопуна, наверное, много экспертов, он называл, что там один, там еще. Телефонунок в комментариях, там, у Минпран, Настальство промысловости, они чуют мое питанье, и ружаху кидают за голову. Ну, в Калибаске я так и написал, а в Министерстве промышленности в ужасе бросают. Я как-то робил текст для Минтуба. За нас просто много, кали мы взем так вот робит на Белсад, а у нас предможен материал. Розумеете, мы робиться Белсад, он робиться для беларусов, яке гэта усе тут ведуеце, разумееце. Я працавал дадзянам патта для России, яке тут не живыце, яке шмар шагу не разумееце. Не, а вы на питанье ставили логвы, на обрыванье, потому что это было вот так, на коммуникации, ганализувалися СМИ, просто от того, что, ну, две стандарты, али вот, и не это, мы, наприкат, очень часто вымушены брать комментарии чиновников с белки, потому что они с белки разговаривают, да, и некие комментарии, яке там в новинах, это случайно вечеровые, на выходных новинок. И вот мы ставим эту позицию чиновникам, которые это показывают, что они, яке настаётся ту людей, и яке они вовле разумеют, что бывает в Украине. Ну, и, как бы, еще вот вы звоните, какой-то, может, не этот позитивный приклад у нас, приклад того, что ты можешь запад дослать, будешь месяц чекать. Ну, який из этого просто выход? Ведите, что мне подойдется наступное. Коли, ну, накажутший той бог, цержавные абхандасты, порушаясь этот принцип, это еще не значит, что мы поменим, это самое, как мы можем. Да, просто про эффективность. Так, вот, просадься. Легноматериалы, это можно сделать, это можно сделать, на колесо мусобей, как я уже описал, что, как бы, назарелись больше просто, ну, это, ну, раз в год так под назарелись, хорошо, ну, не раз в год. Ну, может, здесь как раз. Який, я еще не нантовать на самом деле, что Назарья поставила, так, такие, этышные, этышные, такое питание, ну, страх. Нет, разумеется, что есть ситуация, у яких там, без комментера другого боку, не просто, не маршина. Ну, это, конечно, журналист, может, это просто охудшись. То есть, який конкретар, по углу, я такой результат, не знаю? Ну, конкретаратин эффективный, если материал от этого успокоится, то ценность есть. Коли ты можешь переказать слово, что оно не просто, ну, самостоинно, в позиции у них, вот, и взять нас белты, так, и, и не углублять шанс, и не мордовать, пускай. Да, 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 просто, вот, что ты, что с того, то тут питание о том, что, когда вы говорите, что не было объективности, то там никто ни чая слова не переказывал, просто были только слова одного боку, и все. Потому что, когда они уже есть переказаны, эти взятые с иншага меда, и комусь, то это уже, подпроведая критерию, что... А не можно материалить? А не можно материалить? Нет, никто не говорит про материал, я опять не сумею, что это будет дороже, когда вы робите химонсторию, например. Ну, какие там... Просто мы продолжаем с позиции солидно, не солидно, да, для журналистов. А мне подойдет, чтобы разложить, текаво, не текаво для чатачан. В Калибах очень есть, да, аудиторию. Давайте в этом можно работать, а сейчас, чтобы изнателять время, давайте у них листья, у них листья. А потом... Я, на самом деле, не очень хорошо представляю себе, какую роль, ну, я не знаю, да, потому что я, он же не журналист, да, в авторской передаче позволяет быть, в принципе, не объективным совершенно, да, хотя, с другой стороны, делаешь ее с точки зрения, там, вечности, да, там, каких-то интересов. Я, первое, я немножко расстроен тем, что тема была заявлена освещение декретом, а фактически получилось освещение протестов, да, а с моей точки зрения, ну, как бы, ограничивался последними месяцами, ну, это просто преступно. Потому что сама история появления этого декрета, как он эволюционировал, какие участвовали там органы, когда они в нужный момент оттуда решили, что нет, спасибо, это не мы, несмотря на то, как пытались, да, вот, например, это, ну, как я говорю, очень известный, у них очень длинные ноги, на самом деле, да, он растет с 12-го года, эта идея, да, и как, например, МВД в какой-то момент заинтересовала вас, потом от Кристины сказала, нет, несмотря на то, что их там пытаются постоянно пристегнуть, да, Лукашенко высказывался, говорит, ну, мы это же знаем же, что они же, это же все, это же, потому что преступность же, да, вот, невероятно интересный был к вопросу, а, значит, источники, да, кто высказывал, ну, то есть, мне не нужно было вообще никого, да, потому что Белта, вы открываете раздел мнения, интервью, там, комментарий, да, и это просто, ну, это просто кладезь, знаете, кладезь биоаналитика, то есть, история о том, как у них менялись версии, ради чего он нужен, сама по себе очень интересна, и когда ты говоришь с самого начала, что ребята, вы с ним опоздали, даже если в нем была какая-то идея, да, значит, со времен еще модернизации, помните, ему же предшествовал декрет 9, как разное право, помните, после посещения деревоопадающих предприятий, вот, то есть, и было понятно, в чем идея, то есть, есть безработные, есть рабочие места, в момент последнего совещания, еще до того, как был подписан этот декрет, уже была статистика, которая показывала, что все, уже пересечение, они сейчас их закрыли, не показывали, они сами рисовать графики, количество оно принято, количество уволено, там уже было пересечение, и достаточно было сказать, что вы делаете, по факту у вас получится то, что люди это будут воспринимать, как, у нас и так тяжелая жизненная ситуация, а вы еще с вами заказываете, ну, великолепно, то есть, вот результат, вы получили эти протесты, да, как они рассказывали о том, что, значит, что это, у него важная экономическая составляющая, люди налоги не пасут, ну, как бы, для этого есть новый, кто так работает, сравниваете доход-расход, да, все, это сказать не нужно, правда же? Нет. Значит, давайте, ну, другую версию, сейчас вы уже знаете, это не экономический уже, ну, не идеологический, он равен, ну, видимо, есть амрами, да, это есть амрами, вот, читаешь, в чем там амрамисть, должна быть социальная справедливость, должна быть социальная справедливость, и просто заметить, проследить, вот использование этих слов социальная справедливость и высказывания чиновных, как и неожиданно, буквально за полтора года. Понятие социальной справедливости и из понятия государства ответственность за своих людей превратилось в то, что граждане, вы не пожилы, вот социальная справедливость, вы понимаете, что это переворот, ну, до сто восемьсот градусов, и это все не лет открытым текстом, это настолько сама по себе была интересная тема на протяжении, вплоть до того, что иногда, ну, как бы мне хочется видеть, выглядело это как, как прямо вот, ну, такая заучная дискуссия, да, веришь их слова, показывают, что нет, ну, то есть, вот это вот, опасно, так говорится, это неправильно, этого смысла уже нет. Или, например, когда ты говоришь о том, что, ребят, ну, формально, да, как бы, ну, то есть, он реально написан ужасно по той простой причине, что если бы у нас был нормальный конфессионный суд, мы говорим, ребят, это, блин, обмудительном труде. полгода, они сопротивлялись, нет и нет, это вовсе не об этом. В итоге, человек все закончилось, 21 апреля, словами Лукашенко, повторяем, три раза, он должен заставить людей работать. Все, человек признается, фактически, совершенным, ну, против конституции преступления. Это напрямую запрещено. Заставить людей работать. и так далее. То есть, я просто к тому, что, вопрос об объективности, да, то есть, использование, там, высказываний чиновников, что у них, якобы, ничего интересного не было. Я вам скажу, там гораздо более было интересно, чем вот эти, ну, личные акции. То есть, я не смотрел это ничего, потому что я сам там был. Ну, какой смысл, да? Вот. Конечно, ну, было забавно, когда ты, значит, убегая от этих всех, периодически, да, любезных правоохранительских органов, да, которые, да, сделали этот день такими безопасными для нас. Вот. А заходишь, например, в кафе, да, на Агрию, и ты видишь там толпы людей, которые постоянно рефлешивают, значит, текстовый стрим, там, какой-нибудь. Да, ну, вот у вас, ну, выйдите, да, 20 метров. Ну, как бы. Вот. И последнее, что я хотел сказать. Вот. Все удивились вот этой историей, что как работал микрофон, да, как стримы, значит, повлияли на них. Ну, вы просто, видимо, молодые, слишком люди, и не помните. На самом деле, это уже давным-давно был известный феномен, если кто-то помнит, в 87-м году, начала выходить программа «Взгляд», у которой была постоянная публика. Будка-гласность. Будка-гласность. Они просто ставили на площади, значит, в виде будки, да, и каждый выходил рассказывать, что у него наваляло. Вот этот феномен, что-то. Ну, у нас такую внутривиленную реализацию... Ну, вы удивились не тому, что этот феномен звучит, а тому, что я взглянула ровно. Мы не взглянулись, просто это такая... Я даже сказал, что это работало, как, ну, механизм положительного обратной связи. То есть люди увидели, что людям сказывается, и в следующий раз приходили самоправленно, охотились на тем, так, чтобы... Дайте, дайте... Я тоже скажу, я тоже скажу. Давайте? Так было? Да? Ну... Ведайте меня, совместно, которые, я сам не вошел. Я распродали коллеги не один раз. Удали, что працавали в арабских краинах, в пластыне и так далее. Кажется, вы все размураешь за рабами. Малевывая, с больших адекватных людей. Выглядишь такое. Выключается камера, в это арабы первого высовляются, одразу же на пирамент, кровь, крыльки, там показываясь, как там их жальцами тиснуться, это все натуральная истерика на камере. Камера выключается, выключаются, снова спокойные, больше-менее нормальные. Ну, если бы у нас такое не отрывалось. А у нас похожее, кстати, было. Я вот наблюдал, по поводу Александры в одном из стримов региональных, я точно не помню. Глядили. Глядили. Нет, нет, нет. Я потом, когда уже ролики были готовы, там просто был довольно интересный феномен. Видно был вот этот механизм психологического заражения. То есть в какой-то момент уже какая-то пробегация женщины совершенно крепушистых. Жить невозможно, все, ужас какой-то, все рушится там. Ну, знаете, как бы это бывает, через арт, когда поднеси только аффективно сфичку, и все реально. То есть вы местами утучающие впечатления, конечно. Ну и что, а, что еще важно сказать, конечно же, то, что мы, то есть главный выбор из этого, это то, что, ну, видите, вот как бы, как слово наше отзовется, да, то есть уничтожили социологию, и неожиданно сказал, что власть совершенно не знает своего почта. Ведь феномен же был какой? Ведь это же выходили не оппозиционные активы. Вся ровная партия была только тот, чтобы назначить местами а выходил практически ядерный вектор Лукашенко, который говорил о том, что решили. И еще раз говорю, и вот мне было очень интересно следить за государственными словами, и наконец, тогда эти акции уже даже достигли таких масштабов, было два разговора. Все предыдущие, вы совершенно не донецкие, как я сказал, вы нам должны просто, потому что мы же граждане подушные оконности, феодальные, и так далее, и так далее. И вот два последних из очень высоких, глава администрации, глава администрации, Рыженко, к примеру, они главы администрации все знают. И наконец там подсвучали фразы такие, которые вот если рецитируешь, я говорю, ребята, можно с этого начать. Мы неожиданно узнали, что людям наши плохо и больно, и мы, как власти, пытаемся делать все для того, ну все, что можем, в рамках разума, естественно, для того, чтобы как-то ваши умы слышать и помочь. Это можно с этого наоборот начинать разговор. Получилось, что эти главы закончены. И на самом деле, вот вы сейчас говорите, история завершилась, секреты расстроены, а ничего подобного? Лукашенко что-то сказал. Работать? Да. Нет, нет, нет. Он сказал, я его не приостанавливаю. Потому что если я его приостанавливаю, что будет? Снова через следующий год, ничего не заплазит, и снова будут по площадям ходить. Беспорядки постарались. История продолжается. И для меня, честно говоря, самого было очень необычным. Это то, насколько интимно важно для самого Лукашенко это сделать. Я не знаю ничего. Очевидно, что он не защитим никак. То есть он по идее был, если там какая-то идея была, она перестала работать уже в тот момент, когда он был подписан. Уже другая была экономическая ситуация. Уже больше было безработных, чем тех, кого надо было искать, заставлять работать. Ну, то есть он... Возьми скажу, что, ну, послушайте, ну, посмотри на обратную связь. Ну, бывает, да? Ну, у Лукашенко не разу. Было. 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 Девять. Девять. Один постановление было о том, что любой импорт согласовывал с совместными органами власти, это было кроме Дура. Тем не менее. А мы реальными органами власти. Вам это тут я тюмом открыл, просил про обращение за все свои адектирования. Или он с початом малыша, признавшим министром. Операция. Послушайте, я вам найди на двух совещаниях, на двух совещаниях, посвященных уже реализации этого дела. Он говорил, обращаясь к своим чиновникам, слушайте, но если он такой плохой, он его отменил? Он говорит, нет, нет, нет. Мы его сейчас подправим, подправим честно. Два раза было. Я думал, ну вот же. Да? Я просто не являюсь, что Лукашенко может признать... Два раза он говорил, если он так... Ну, если так получается. Давайте мы его чертям просто отменим. Да? А те, кто, ну, решил сделать этим на свою карьеру, на этом в том числе... Вот, да. Говорили, что было подправлено. Спасибо, Сергей. Очень интересное замечание. Я тоже хочу Серёжу поблагодарить за то, что он очень обратил внимание наше... На самом деле, видео очень сильно упустили эту линию, эволюции чиновников, как они воспринимали этот декрет. Огромное спасибо за... Ну, это фактически история того, как в одностороннем порядке менялся то, что называется социальный контракт. Я... Да, абсолютно. Просто я понимаю, что времени мало. Я хотела сделать буквально два разных, да, месседжа. Один — отнестись к далее, к далее словам. Про стандарты и про то, всегда ли их нужно выполнять. И у меня нет ответа. Сразу скажу. Но... Ситуация сегодня в том, что мы вообще живем в новой реальности, да. У нас есть газета номер один мира. Фейсбук. Биллиард восемьсот тысяч, да, больше, чем у тебя нет. И он очень сильно изменил, в том числе, и внимание о стандартах. И классические медиа оказались... Вот все эти стандарты классических медиа, они сейчас оказались все... То есть сейчас все классические медиа хорошие. Это очень одна большая лаборатория, да. Лаборатория по выработке, в том числе, новых стандартов, новых подходов, вот в этой новой реальности. Это слава Батарии. Ответа нет. Надо пробовать и смотреть. И второе. Я очень хотела бы всех-всех присутствующих поблагодарить. Очень лично, персонально благодарить Сашу. за очень интересное выступление. И сказать, что мы тоже так чувствуем. У нас тоже есть очень сильное желание, эмоции. Вот в то время, вот этот кайф, да, когда мы сами формируем мою арестку и круто работаем. И начнем в пресс-клубе 3 мая, аккуратно, на день свободной печати, делаем выставку. Мы отобрали примеры с нашей точки зрения и точки зрения нашего оператора, Андрея Оленкевича. Это один из учредителей месяцев фотографий. Примеры очень хорошей и качественной работы наших журналистов в эти времена. И мы, это такая немножко будет противедейная выставка, потому что журналисты работали, я считаю, фантастически в целом. Не просто с самоотдачи, а еще использовали очень много новых форматов, новых подходов. и очень сильно поднялись, тоже радио Свобода. Этот выход на пять платформ, туда, где люди. Это, ну, это норма для наших белорусских медийной реальности. Очень приглашаю Сашу лично 3-го числа и всех здесь присутствующих. Будет очень интересная выставка в 7 часов 3-го мая. Пожалуйста, приходите. Там будут и стримы, и квадралы, и все-все-все. Не буду открывать сейчас секретов, но должно быть очень интересно. И это будет не просто выставка, но и дискуссия, только уже немножко в другом плане. Если сегодня мы больше говорим об этических подходах и стандартах, то там мы больше хотим говорить об уровне профессионализма, именно просто журналистского профессионализма и солидарности, наверное, тоже. Потому что журналисты не просто были очень самоотверженные, но очень многие пострадали во всем, которые это знают. Что очень в нашем качестве пострадало. Спасибо огромное всем. Я передаю уважать нашим Коле и нашим партнерам, и медиашектора и ВБР. Очень огромная благодарность. Мы первый раз попробовали вместе сделать такой медиатург. Я надеюсь, что мы продолжим. Это была минутка рекламы на правах. У нас есть еще один спикер, на самом деле, которого мы не успели пока еще послушать. Я хочу передать слово Веронике Антоновой Квизно. Это проект «Спутник». И, собственно, поделитесь Вашим видением, Вашими подходами к освещению этой темы. Насколько Вы разделяете или не разделяете какие-то моменты, которые звучат на себя? Ну, в первую очередь, спасибо за возможность высказываться, за возможность услышать, как работали коллеги. Нам, как развивающиеся проекты, было очень интересно посмотреть, убедиться в том, что мы тоже делали правильное направление, потому что все те же инструменты, которые использовали авторитетные ресурсы, работающие в Беларуси, мы точно так же использовали в своей работе. И позвольте ответить на несколько вопросов, которые здесь подключают, в том числе в адресе российских журналистов. Потому что я здесь представляю белорусскую часть большого людей единого холдинга, который работает из России, то есть в том числе являюсь и российским журналистом, и в том числе и на вопрос об объективности. Отвечаем на реке Бадарии. То есть мы в такой ситуации, я здесь буду не столько как журналист, сколько как редактор, как выпускающий редактор говорить. Понятно, что журналисты передавали тексты, журналисты передавали стримы, видео, фотоматериалы, как бы все это стекалось к нам в редакцию, и здесь уже задача была выпускающего редактора, действительно найти ту вторую точку зрения, и в каком же виде ее поставить, контекста, бэка, инжекта, если мы говорим о интернет-материалах, потому что, к сожалению, у нас нет эфирного телевидения и нет эфирного радио, мы работаем в интернете. То есть здесь уже была задача выпускающего редактора в любом случае каким-то образом читать и дать понять о том, что есть не вторая точка зрения государственная, либо наоборот протестная, если мы не удавали озвучивые мнения каких-то чиновников, и таким образом в материале всегда дать возможность либо прочитать непосредственно материал, либо по ссылке уйти и прочитать какую-то вторую точку зрения. Если говорить о проблемах, которые бывают они с чиновниками или нет, ну, во-первых, действительно, Сергей прав всегда можно воспользоваться теми открытыми источниками, которые есть, внимательно прослушать другую трансляцию, внимательно прочитать для того, чтобы понять, какая есть позиция у властей. Точно так же, как Денис, мы пользуемся всеми предоставленными нам возможностями для того, чтобы выйти на чиновника, получить какую-то конкретную его точку зрения. Да, единственная проблема, которая у нас была, у нас тоже есть своя радиоскорпеццент, и вот пригласить реально живого чиновника прийти поговорить с оппонентами, тем более представляющими другую точку зрения, было тяжело. Ну, может быть, до тех пор, пока глава государства не сказал о том, что вообще во всём виноваты чиновники на местах, которые не пошли к людям и не нашли объяснять вообще всю древность этого документа. И тогда, на самом деле, пользуясь этим аргументом, уже стало легче достучаться и получить этого собеседника. и говорит, ну, лучше же глава государства распорядился, что вы должны людям объяснять. Пожалуйста, объясняйте. Да, как бы, после этого получилось выводить. Не соглашусь с мнением о том, что стримы, они пошли вот только вот февраль-акрель, действительно, опыт Радио Свободы показывает о том, что этот формат в Беларуси развивается давно. И, на самом деле, очень многие редакции, благодаря опыту коллег, пишут мысли о том, что это надо развивать, и начали обучать людей закупать соответствующее оборудование. Я думаю, что мы теперь все вместе будем пользоваться этим инструментом, работать уже не на пять камер, а на десять и на пятнадцать, и выходить вместе в живой эфир. У меня, если говорить не о декрете, а о протестном, меня больше всего поразил момент, когда начали приходить наши молодые журналисты, когда я по своей ленте в Фейсбуке или в Твиттере видела реакцию людей на то, как эти протесты подавлялись. И реакция была такая, вау, мы никогда такого не видели. Вот, на самом деле, благодаря стриму, благодаря фейсбуку, благодаря всему остальному люди увидели то, что, не дадут соврать те коллеги, которые на улицах работают давно, то, что, на самом деле, мы видели их в девяностое. Поверьте, ничего с точки зрения правоохранительных органов, как они работали на улице, ничего не изменило с тех пор. Картинка была тоже самая, такая же, просто раньше мы ее видели в виде сюжетов на телеканалах российских телеканалах, потому что белорусские телеканалы не показывали, а в то время еще не было, либо читали в репортажах и смотрели в фоторепортажах радио Свободы. Сейчас появились новые инструменты, и просто эта картинка пришла к людям непосредственно к ним в дома, в кафе, на телефоны и так далее. Мы просто это увидели. Для этого дать, действительно, тот новый шаг, который СМИ делают вместе с теми мультимедийными возможностями, которые дают современные технологии. Потому что с точки зрения того, что происходит на улице, по ту или по другую сторону, поверьте мне, как человек, работающему и помнющему протесты 1987 года и работавшему в те времена на улице, не изменилось практически ничего. А вы 25-го, когда пробачите были на улице? Я 25-го, я выпускающий редактор, я работаю. Ну вот я просто не заспела, конечно, в 87-м году, я заспела от протеста в 2001-м году. Я вам переконавчика говорю, что шмат, что изменилось. В плане техники, в плане того, я денежью из правоохранительных органов, в плане жёсткости, нападения на абсолютно выпадковых людей. Я сама первый раз уже тибачила, вытягивали инвалидов, пенсионеров, которые просто ишли мимо, джанчин, которые вы решили управлять на шопинг, и это был феномен этой акции. Ну вот самое главное, что... Я не похожусь пробачить, потому что всё как в 90-м. В связи с тем, что было тады, и что зараз это всё прикидывается в очень непропорции для проведения силы. Обращайте меня о ней, я не похожу с силы, это самое критикое, скажем так, ветеранное. Если вы в 96-м году были на улице, вы бы видели всё то же самое? Не обидите ли нам? В 96-м году люди переворачивали машины, и тады можно было неком грунтовать. Вы вспоминаете одну акцию, и их было гораздо больше. Далее, да. Вы ведаете, что я был на площадке Ленина, в 19-м году в 91-м году. Вы были в 17-м году. Пошакайте, мы были в 18-м, и на площадке в 10-м. Так вот, если я скажу, что когда мы были в 91-м году, в 19-м году в 90-м году, то в 100-м в кабинете выращалось все. Нас сказали выкатить БТР «Стралис» на площадке, и пошакать, что там далее в Москве будет. Ведаете? Давайте не пораунувать. Тады гэта сапорода пытаясь стрелять, не на вид атак. И все, что было после, после 91-м года, права, что все, что за угодно, али расстрелять, никто не сберялся на площадь. Только гэта 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 не пораунувать, но и рэш. В Советский Союз гэта сапорода расстрелять, давайте узнадаем, и на шарка свинчинь. Пытание не в том, как это отчувают деньги, а в том, что чему это людям цикало, потому что и новое для людей, потому что, во-первых, изменилось поколение. Сегодня первое, кто сядет в интернете, я ныне веду, что было ранее, в 96-м, потому что некие есть архивные виды, или на нее популярные. Другий момент, для многих, сопроводой стало дивным, что ты можешь просто выходить, и тебя могут схопить, и ты, конечно, на сутки. Я сама облачила этих людей, как человек, который вышел там со шоколадкой, и вот ему дали сутки. Позвольте, это номер уже не случайных людей, это все-таки начало молчалевое протестное место. Да, сейчас там было то же самое. В этом уже было. Как ветерану стрем избирать? Сейчас он бракует, но я благодарил, что он сказал, что дискуссию за погоню, ну ладно, все-таки у профессийное решение. Но, есть во всем это бороться? Спасибо большое, Вероника, за... Экспо-сустры! У меня будет реферальная шея, но и питание, потому что я буду уже и грошать, коллеги, с пункту, где же мне ненавидно осветление всех этих автоматов, и декрета, и его эволюцией, как правило за нашу, Сергей, и самих протестову, которые были вступать в декрет. Вот. Вот. Зараз. Гляньшина на то, что я сказал, Александр. Склопнулося. чтоб вы у осветления этих подей сделали наши. Ну, с этого можно прообращать. Кто не хочет сказать? Наши. С пункту травмального интереса логатуры, с пункту близкости логатуры, осветления у вас. Какой сложный вопрос. Мне просто подается, что мы на месте этой темы, может быть, не по максимуму, а по максимуму. Ну, так, непосредственно. Я не знаю, ничего. Люди бы сказали, что мой, только коллег тут был, например, в итальцах, он коуче, юридорах, просто, я думаю, спрашались с Сергеем, что эта тема не гружала, потому что у нас, как самая аналитичная мимозная сша, я уже отказывалась за то, что я непосредственно что дёмно понимала, удел, там, да. Я думаю, что для них можно больше доброе. Из многих коллег, было бы то, я сказал, что вот это, наверное, посвятение. У меня есть. Можно? Ну, я бы, наверное, больше внимания уделял бы, вот, собирающийся так, акции, и вот этот первый такой, какой-то, не знаю, весь приз, что ли, февральская акция, что вот, там, пришли, новые люди, гораздо более бы, сдержанный, более сдержанный оптимизм, который был бы, отнёсся, да, плюс глядя на то, как развивали, допустим, события с группой, ну, архистов, да, так называемых архистов, да, то есть, я бы, уделил больше внимания, вот, составу участников, кто, как бы, категориально находится в этой акции, да, допустим, вот, это не возникло вопрос, чтобы быть архистами, может быть так, что вывернуться вообще, наизнанку, абсолютно, да, то есть, как бы, это что-то, таких, ну, участников, хотя, одновременно, это целый, я бы, большой вопрос у, безопасности, и участников, и журналистов, то есть, какое-то такое, абсолютно, не знаю, эйфорическое, вообще, отношение к, массовым акциям в Ларуси, оно меня просто, вот, умиляет, да, то есть, я бы, массовая акция, потенциально, вообще, вещи, которые могут повернуться, абсолютно разную сторону, да, то есть, не надо, идеализировать, какие-то вещи, что, вот, только, хорошие люди, избрались ради прошлой цели, ну, может быть и так, да, а может быть и не так, то есть, я бы, и тому, что, гораздо более, вот такой, анализ, и вот, проблема, мне кажется, безопасности журналистов, довольно, очевидно, и, с прошлого года, как минимум, тянется, в мае, были вопросы, в суде, да, и там уже, в принципе, показали, где и как находятся границы, журналистов, и правоохранительных органов. Каждая акция была, стремилась онлайн, и каждому больше всякие люди, для каких вытлат там собрались, я, по-моему, было столько там представников СМИ, и столько микрофонов, ну, не знаю, каждого, с некоторых сотен человек, уже, каждый был опрошенный, и была именно в шуме, и было видать, как можно здесь себе поводить, ну, можно я про беспекту журналистов скажу, но, Баш, я веду, что, там, в плане консультивания, да, журналисты, конечно, там некоторые речи, для многих журналистов упомялись в першню, там, там, ну, там, молодая журналистка, и, конечно, там, не чекала, там, реакция для себе, ну, некоторые вещи треба, напомню, на себе спознаться, але, ну, я в том смысле, что Баш проводит такую працу, например, журналисты, я думаю вам, что многие працуют там, в комедельках, пресса, как бы, с посвечениями, ну, стараются неким чином все обозначить, у всех на горячих кнопках стоят телефоны, там, кому звонить в выпадку, там, эмануаль, присутствующий мост, они за все это помогают, а, как бы, да, редакторы так само обидуют, то есть, что будут, которые позвонить, как бы, звалять своих журналистов, некая праца в этом сентяблажная, но, не все надлежит от нас. Ну, и как, может быть, беспеку журналистов, когда правоохранные органы тут не забирали, мать накеравана затремливают журналистов, глушит, сосуясь, врубается, отрубается закладник 3G, 4G, и в этом он начинает затремливать, мать накеравана журналистов. Что тут робить, меч джедаяс об этом убирать? Ну, я смогу сказать, у меня, у меня, у меня, у меня с редакцией, с заделанной информацией, гадет Роза, жди, была дамога, я ше, я ше, у 10-м годзе, на площади была дамога, и они меня набирают, с кожаной 10-й скры. То есть, они меня набирают. Коли я не отказываю, в два раза, коли я два раза не отказал на звонок из Москвы, и не сказал, что отбывается в округе, я не починаю бить святые опыта, там, посады России, и так далее, и так далее. И дальше, я хочу познавшись, не треба, ну, вот, отключение совести, 3G, 4G, 4G, было, было и на площади. Было и на площади. Коли прошелся, вот, финальное стадо, площади, вот, развон, мобильный совести отключили. Разумеется, я знаю, что мобильный совести ровно посредина. Хотя и не было на площади. Я загадался, что, когда есть у метро, на площади, отразу, что заявляется, вот, когда только подходишь, уже есть суть. У метро, они не загадались отключиться. Разумеется, я бы все передавал на Москву, превративши на суть. Это было. Разумеется, теперь она уже разумнейшая там, в спецслужбах. А не надо было, этот факт. И это тоже, можно не подзать, если не подзабить, чтобы кто-то не посмотрел и не воспользовался. Улажаемые коллеги, спасибо большое. Я понимаю, что мы можем говорить еще очень долго. На самом деле, время этого уже задержать. Мне кажется, в заключительной части два важных момента подзвучало. Первое, что действительно молчание на вопрос о том, как можно было бы сделать иначе, говорит о том, что действительно, в этот раз, дружно журналисты отработали просто по максимуму.